отчет отчет депутата в кирове 17 часов и 5 минут добрый день добрый вечер вернее уже приветствую вас у микрофона владимир сметанин и рядом со мной депутат государственной думы от кировской области мария бутина мария здравствуйте как душевных получилось по-хорошему рядом со мной да слушайте слежу за естественно вашей деятельностью в социальных сетях у вас в последнее время очень много встреч очень много дел и вы как-то все в помещении находитесь а у нас тут погоды хорошие стоят в кирове правда обещают у нас со дня на день до похолодания успеваете где-то что-то посмотреть город погулять хотя бы вдохнуть весенний вятский воздух честно говоря не особо но успею потому что впереди 9 мая и на самом деле мои коллеги сейчас в общем-то в отпуске находимся но я взяла просто за свой счет и я считаю что не время для отпуска поэтому явно работе и приняла решение уехать в регион я так дело в прошлом году и все отпуска я отменила добровольно никаких ничего с этим не требую просто я считаю что я там где полезно сейчас и это самое правильное время быть в кировской области и посмотреть природу будет возможность потому что у нас впереди 9 мая а это означает что будет активные репетиции у нас уже идут парад и я обязательно здесь буду потому что каждый 9 мая по традиции я всегда провожу с кировчанами поэтому в государственной думе я сразу сказала что буду в регионе на эти дни и для меня это большая честь в прошлом году я была на акции бессмертный полк на параде в городе слободской поэтому вот в этом году это будет в кирове и даст бог следующем году тоже я буду вместе здесь с вами я знаю что там есть большое мероприятие и в москве но там у меня я вам так скажу есть два подшипных человека это два ветерана великой отечественной войны да им бог здоровья двум женщинам и я их всегда навещаю в преддверии или сразу после 9 мая мы познакомились во время пандемии и надо было тогда вот необходимость была в продуктовых наборах здесь дело не в том что там у них продуктов не было здесь скорее вопрос был во внимании и то и другое женщины они живут в москве мы привезли лишних разов не бывает да чтобы внимание оказать и вот с тех пор я здесь я нашла вчера в магазинчике сувенирном из бисера сделаны вот георгиевская ленточка с цветочком очень красивая и для них вот приобрела сейчас прям жду того момента когда смогу подарить слушайте такая сегодня печальная информация у нас прозвучало в эфире у нас сегодня в гостях был руководителем социального фонда управление социального фонда по кировской области николай пасынков очень печальная цифра оказывается вот сейчас на данный момент у нас всего лишь 84 ветерана великой отечественной войны на всю кировскую область естественно тут пандемия внесла свой печальный след да это очень подкосило пожилых людей но вот имеем то что имеем увы только 84 это означает что каждому из них нам нужно уделять особое личное внимание и я всегда очень всех прошу помнить что личного участия никакой не заменит продуктовый набор и важно просто приехать вот мы делаем так с моими коллегами моими помощниками приехать и поговорить вам покажут какие-то фотографии какие-то истории расскажут потому что человек в этом возрасте ну во первых это одиноко а во вторых знаете у меня для вас плохие новости мы все умрем поэтому это страшный момент для любого человека я просто когда находилась заключение прочитала очень такую книгу которая вправила мне мозги в хорошем смысле знаете мы часто стараемся сторониться людей возрасте потому что сами как будто боимся смерти не понимаем как с ними общаться но подумайте с другой стороны как им страшно уходить и они понимают что это произойдет поэтому я исхожу из того что нам нужно каждый момент который у нас есть провести с этими людьми и побыть с ними потому что всем бывает страшно а сейчас вот в преддверии такого радостного дня для них каждый день победы это большое счастье для каждого из нас это огромное счастье и поэтому вот ну поеду а потом сразу прилечу в кировскую область на парад я напоминаю что наши слушатели наши зрители трансляции можно найти ссылку на ее в телеграм-канале нашей радиостанции кировград вопросы вы можете слушатели тоже марии задавать в ходе эфира 8 909 720 101 и 0 можно сообщение писать в вайбер вот сап в том числе ну и к тому же сообщения и вопросы ваши принимаются в на посте который анонсирует этот эфир в нашем сообществе вконтакте я слежу параллельно так что можете задавать свои вопросы в течение ближайших ближайшего получаса эти дни чем наполнены они да ваш приезд в кировскую область на что удалось обратить внимание с кем встретиться очень много вы спросили сейчас много всего если мне сейчас открыть мой график сейчас мы это сделаем то это был очень плотный были очень плотные дни но смотрите я заодно в отчет депутата тихонечко перейду потому что начну с самых таких насущих вопросах которыми занимаюсь сейчас это конечно поддержка военнослужащих их семей пока я не нахожусь с кировской области я посещаю наших бойцов в госпиталях и вы там где требуется им помощь в том числе там в приобретении некоторых вещей помогая я оставлю это так этого я думаю достаточно если кому-то есть интерес там узнать детали я их предоставлю но я не вы публикуете регулярно рассказывать там сильно детали поэтому ну когда нужно будет тогда помогаем значит если обращаются буквально там недавно было но сейчас вот буквально я к вам приехала с мероприятия это супруги военнослужащих они проходили переобучение то есть повышение квалификации для того чтобы работать на площадках электронной торговли ну вот marketplace и так далее секиров для меня в этом смысле это столица вообще marketplace а потому что у вас очень давно и благодаря корпорации мой бизнес и опоре россии безусловно при поддержке правительства идет работа вот по развитию вот этого направления там в этот раз я не смогла быть на семинаре я делала обращение но смотрела программу сегодня вручала сертификаты по итогам окончания программы будет еще вот новый этап я сейчас коллегам помогу чтобы те женщины которые уже прошли обучение смогли сделать следующий этап вообще это отличная возможность для того чтобы найти себе применение и я как женщина очень понимаю что тут еще очень важна поддержка группы важна занятость потому что понятно что они переживают очень сильно пока их супруги находятся на фронте защищает нашу родину очень хочется чтобы ты была востребована и где-то могла и деньги заработать для семьи и вне сомнений находилась среди людей которые тебя понимают поэтому вот такая радость у меня сегодня была только что завершился прием граждан прямо вот накануне этого я всегда когда приезжаю в регион веду прием граждан у меня будет я вернусь к вам снова и в начале мая потом еще раз ванной в общем я еще часто здесь вот важный был момент несколько радостных вопросов которые были решены в рамках приема граждан но первый был вопрос от медсестер амутницкой центральной районной больнице там был вопрос дело в том что мишустин сказал в начале года что будут положены доплаты для медсестер то есть младшего медперсонала и там ряд доплат уходило на регион и вот других регионах платили у нас почему-то нет и благодаря вот обращению гражданки на ко мне в контакт написала удалось добиться под сейчас полностью все выплаты не просто будут осуществляться они с 1 января получат все положенные оплаты да за прошедшим числом здесь конечно огромное спасибо миздраву кировской области потому что вот поймали эту ситуацию сегодня пришли доложили что все готово все сделано в чем внутренне отработка какая-то видимо там документальный какой-то момент был но самое главное что они не просто сказали да а вот теперь там с 1 апреля мы будем оплатить а именно сказали что вот все что положено с 1 января теперь будет выплачено пока эта ситуация естественно контроли до решения этого момента но было еще несколько обращений вот один из граждан приходил по вопросу там не уронение просто мобилизации тоже постараюсь взять эту ситуацию посмотреть что могу сделать по своей линии великолепная женщина которая принесла свой сборник стихов и я буду помогать и конечно без вопросов и без предложений или все-таки попросила помощи в том же конечно нет и более того мне очень понравилось очень понравился этот сборник я думаю что вообще было бы интересно сделать сборник вот там про и своего стихотворения в поддержку наших ребят он такой ну карманный как такого формата я бы очень хотел чтобы наши кировские писатели у нас очень талантливые люди здесь поучаствовали тоже в издании но еще из важных моментов да если чуть-чуть уйти от приема граждан важный момент сегодня была на открытии очередного центра савермет савермет очень давно помогает из по и своему санна васильевна кэш большую работу делает и надо отдать должное они берут к себе и на реабилитацию людей вообще семьям помогает вот сегодня у них там очередной центр открывался поэтому съездила безусловно поддержала вчера была на сегеже на это вятский фанерный комбинат это у меня уже третий комбинат который я посещаю в регионах россии это не только киров почему у вас такое внимание очень большое внимание ко мне когда-то было обращение и было она в лузе и вопрос был в том что к сожалению социальные объекты такие как фапы школы например сейчас нельзя строить из дерева то есть то старьё которое сейчас стоит значит деревянное то почему-то нормально а строить из дерева новые нельзя и вот мы с коллегами из комитета по лесной лесным вопросам как раз занимаемся сейчас возможностью проработки законопроекта который бы разрешил при соответствующих требованиях потому что в сегеже теперь есть огнепрочная древесина то есть они делают специальную обработку она не горит противопожарная она не горит они должны были завершить как раз испытания концу марта они их завершили и но только при этих условиях при сохранении безопасности мы сможем на что-то выйти потому что строительство многоэтажное из дерева уже ведется в европе вообще везде распространено а у нас был построен первый квартал это город сокол в лагуцкой области лагуцкой области совершенно верно вот поэтому ну могу еще долго говорить вчера была еще опорная конференция опоры россии была конференция ежегодная потому что по предпринимателями много работы здесь конечно хочу отдельно отметить у правительства дмитрий саныч глушков работает по поручению губернатора с руководитель министерства предпринимательства непосредственно спасибо большое работает по направлению вот прекрасный проект называется инвест десант кс сергеевич чихин помощник вот выезжает всегда в районы и они рассказывают предпринимателям с одной стороны в районах какие есть инвест поддержки федерального регионального уровня от мсп от бизнеса во всем направлением и собирают наказы и проблемы я вот в ближайшее время приму личное участие в одном из таких выездов поэтому вот опору россии послушал на с ними очень давно работаю мы несколько предложений проводили в свое время и вице-премьеру мигач чернышенко там связанные с мерами поддержки когда только началась специально военная операция несколько из них было принято в общем у нас с ними длительная история вообще инвестиции у нас в этом году как это ставка особенно на это делается руководство региона там обещает в ближайшее время сайт создать инвестиции про характеристика до всей инвестиционной карты нашего региона но может быть конечно работу стоило бы ускорить в этом направлении может быть чуть пораньше там какие-то моменты но я безусловно думаю что сайт это важно но еще очень важно работать в таких социальных сетях как телеграм и вконтакте потому что очень часто для людей важность просто появление в ленте информации и самое главное всегда подчеркиваю государственная дума приняла соответствующий закон что все наши государственные органы обязаны быть представленными социальных сетях знаете очень важно иметь на той стороне ну так скажем компьютерной клавиатуры живого человека не чтобы тебе ответили мы вас там услышали да это самое обидное что можно ответить а действительно человеческий ответ и в связи с этим на портале вот который будет создан я уверена что правительство предусмотрит форму живой обратной связи именно живой обратной связи потому что казалось бы да мир стал такой цифровой коммуникабельный и иногда ты не можешь отличить бота от человека который с тобой разговаривает а ведь хочется говорить с человеком безусловно слушайте а если вот со стороны взглянуть на кировскую область вы же прекрасно в общем-то знакомы да с ситуацией по стране в целом да если немножко забыть про то что ненадолго да чтобы депутат госдумы от кировской области чем наш регион выгодно отличается вот чем бы он мог привлечь действительно иногородных предпринимателей скажу вам мы тоже периодически задаемся этим вопросом вот я приведу вам пример одной недружественной ныне страны японии вот в японии ничего нет с точки зрения ресурсов ну рыба ну так вот да довелось стране оказаться на но более чем тысячи островов совершенно верно но чем они берут людьми вот тоже чем берет кировская область это человеческим ресурсом вот с точки зрения таланта вот сегодня приезжаю открывать зарницу 29 школа вместе с пожарно-спасательный колледж там вот как раз проводил мероприятие зарницу просто они от себя провели значит с ребятами там там четвертые восьмые классы вот параллель и смотрю девчонки отдыхают подсаживаю с ним разговариваю и одна из девочек и зовут лера рассказывает мне что она пишет истории а я знаю какой сегодня в стране дефицит творческой журналисты самые разные истории давно как короткие истории и вот это это искусство большое написать историю короткую она мне рассказывает присылает сегодня образцы я смотрю образцы совершенно гениальны этих историй ведь у меня уже есть одна успешная тема то есть я понимаю что талант вот он прямо здесь на травушке со мной на на поле футбольном сидит у меня есть прекрасный пример девочки дарьи с валенок и например время предвыборной кампании она я приехал просто валенки и мы беседовали со школьниками на это я вот журналист я вот интервью я вот мечтаю интервью мечты и тогда я ее привезла в москву дала ей возможность побеседовать с натан зоном телеведущим она взяла интервью с камерами все как положено и что вы думаете сегодня девчонка учится в от гу на журналистике я вам говорю вот это уникальность вот да здесь есть природные ресурсы да здесь нет нефти но именно поэтому люди вкладываются полностью в интеллектуальное развитие вот более того такого чем выгодно отличаетесь сравниваю с алтайским краем сейчас меня алтайский край меня сейчас забросает просто всем но здесь я вижу настоящее в хорошем смысле купечество меценатство это там где предприниматели и неважно крупные средние или мелкие они участвуют добрых делах не важно чем на машине довезли книги из одной точки в другую привезли какую-то помощь увезли за ленточку что-то это постоянно происходит поэтому здесь вот меценатство и отзывчивость здесь в миллиарды раз выше чем в алтайском крае там очень сложно там очень фермерство развитое поэтому как-то мне кажется люди обособленность да да вот с обняком держится а здесь вы понимаете оно вот прям вот живой чтобы мы не просили для людей чтобы от людей не исходило находится человек который помогает то здесь ну я не знаю из таких ярких примеров как недавних про леда за ленточку начала говорить конечно я здесь не могу не отметить тигран великий романа варданян то есть вот вот ребята делают собрали машину уехали увезли гуманитарку здорово фонду завятка огромное мое уважение потому что благодаря им по просьбе ребят в пятнашку на мэтт возили мои книги то есть я им просто подарила какое-то количество книг их просьба но потом так приятно когда ты видишь что ребята пишут и говорят мария валерьевна спасибо и даст бог я скоро получу возможность лично в общем люди люди главная возможность наверное им раскрыться показать свои возможности и силы когда ты в себя веришь это хорошо он же все равно этот бриллиант в огранке нуждается когда ты в себя веришь это хорошо но хорошо когда в тебя еще кто-то верит и иногда вот это доброе слово не надо не надо льстить скажите спасибо или скажите человеку что он гениальный красивый великолепный за дело вот я иногда просто прихожу вот сегодня в савермеде когда была смотрю вот совершенно великолепные картины патрушева такировский художник и вот его исполнение цветов вот передачи это розы это лилии то как он передает это вот здесь родина васнецова этим все сказано то как он передает это кистью это бесподобно такое впечатление что ты вот можешь коснуться цветка и ты у тебя передано даже дыхание вот или лето где-то или осенью увядающий где-то весны вот она талант и где бы куда бы я не пришла в кировской области будь ты приходишь то я не знаю в заведении общепита сегодня когда пришли 29 школе мне директриса говорит при валерье на вы должны столовой обязательно столовой вы тоже побывали в школьной столовой конечно просто у нас в последнее время это какая-то традиция там руководители приезжают в обычную столовую школьной потом потом нахваливают боже а самое знаете не пробовала честно там детям накрывали не стала покушаться на детские продукты значит но вот скажу где точно готовить самые вкусные булочки в кировской области если кто-то может перебить с паской на маломе сделайте это но я знаю что от именно того пекаря а печет эта женщина дома доставку заказывают в котельнич потому что это действительно бесподобная выпечка и вот смотрите вопрос следующем откуда бы мы с вами не посмотрели в кирове кировской области везде это кладезь талантов один пармезан чего стоит я себе опять купила пармезан килограмм сейчас повезу друзьям потому что это горжусь этим многие еще до сих пор не могут привыкнуть что такой сорта именно здесь у нас он самый лучший производится да ну да если мы заговорили в том числе и о ребятах вот кто знает да будущая звезда спорта 13-летний парень даниил из чепец когда в судьбе которого вы тоже приняли участие как сейчас как сейчас себя даниил чувствует вообще да значит там что случилось для тех кто не знает у паренька но он спортсмен и очень профессионально занимался спортом да то есть но случилась ну трагедия в жизни мальчишки и так случилось что вот очень серьезный ожог получил я не буду говорить как это не захотят сами скажут но получил ожог тяжелый и мне просто прислали эту историю на тронуло мое сердце и вижу что у парня такое рвение вернуться в спорт и желание и вот как раз велся сбор средств там была нужна достаточно большая сумма помогли плюс написал там на моим друзьям которые тоже могут достаточно существенно помочь как и я помогли в общем деньги мы собрали никому ничего не прошу все уже не надо сейчас родители вместе с мальчиком находится в городе санкт-петербурге ожидают операцию там нужно вопрос в том что серия там нужно да 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 но на сегодняшний день деньги есть и я очень прошу всех кто верующих людей просто когда будет операция напишу об этом просто подумайте о парне прочтите молитву чтобы все хорошо прошло и вас очень прошу вот все что прошу вот кстати тезка данил не знаю можно ли тезкой называть интересуется я смотрю до сообщения для вас появилась мария обещала посетить троллейбусный парк видимо в кирове однако до сих пор вы ой слушайте не сделали я бы с радостью если бы если бы мой день состоял он у меня обычно 72 часа вот если бы я могла его до 148 увеличить я бы с радостью но я сразу говорю вот с точки зрения посещений я всегда даю приоритет конечно если это все это встречи с жителями в районах раз это приемы граждан 2 вы поймите сейчас ситуация такая когда вот все основные направления которые вот на которые идет приоритет это конечно все что связано с специальной военной операции и все что связано с помощью в поддержании нашей экономики поэтому вот здесь приоритет из таких еще последних примеров знаете скажу тоже ситуацию трону мне очень сильно в зуевке женщина жена мобилизована обратилась ко мне там у родителей двух сыновей которые сейчас участвуют до отбывают сейчас на фронте находятся в зоне специальной военной операции и ну попросили от родителей у них не было дров знаете я просто я понимаю что по закону родителям как бы ну не положено потому что там только близкие родственники даже на дети там так далее но я просто не могла остаться без участников что-то несправедливо и может быть я ставлю справедливость выше закона в общем мы с нашими коллегами из богородского богородское село вместе скинулись и волонтеры привезли дрова и вот помогли они не льготники родители никакие им там не положено честно какая разница если вообще не важно и вот такие истории меня можно ругать сколько угодно но я считаю что если ты можешь ты помоги а там уже вот разбираться ну я наверно неправильный депутат но я считаю что должно быть по справедливости по справедливости пожилые родители двух своих сыновей сейчас отпустили в зону специальной военной операции они сейчас служат нашему региону служат нашей большой стране защищают честь нашей страны борется за нашу свободу дачу говорить так только за нашу всего мира и чушь мы не поможем что ли поэтому ну вот я на это так посмотрел а наши традиционные весенние беды с разбитыми дорогами с не благоустроен это я уже получил получил да да коснулась коснулась сегодня был прием да в одном из населенных пунктов есть там вопрос который но здесь я должен сказать что правительство очень отзывчиво к этому относятся раз и вообще александр валентинович всегда реагирует на такие просьбы там где можно решить вопрос оперативно вот на муниципальной дороге был выделен миллиард это очень много распределен по районам и люди сами голосовали да люди сами выбирающие блестящая инициатива губернатора поэтому вот в таких вещах ну там где еще дополнительно можно помочь ну ищем варианты ну опять же говорю здесь этого прерогатива исполнительная в gegenüber власть и слава богу у нас вот налажен контакт исполнительной законодательной власти вот в таких вопросах мы добиваемся и решаем вместе удаст бог сегодня тоже там нашли определенное решение я не люблю говорить о вопросах решенных пока они не решены по этому пока уже нет стопроцентной уверенности, да, что все, действительно, вопрос закрыт. Я напоминаю, что в нашей студии мы беседуем в прямом эфире с депутатом Государственной Думы от Кировской области Марией Бутиной. Вопросы вы тоже можете успеть свои задать. 8-909-720-101-0, смс, сообщения Viber, WhatsApp, а также принимаются вопросы еще в комментариях под анонсом этой программы в нашей группе во Вконтакте. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, буквально полторы минуты, и мы продолжим. Время очень быстро, да, бежит. Продолжаем наш разговор с Марией Бутиной. Буквально 9-10 минут у нас остается. Я думаю, что многие слушатели нашей радиостанции уже в новом амплуа, да, знают Марию как ведущую передачу на Первом канале. Передача очень интересно называется «Кукла наследника Тутти». Долго вспоминала. Откуда же, где это я слышал? Я вспомнил, где, да. А вы-то с намеком, да, на то же самое произведение, да, это все делали? Конечно, конечно. Конечно. Но... Как вам? Я поражаюсь просто, я знаю, ну, когда работник СМИ, я знаю журналистскую кухню, я понимаю, насколько это трудоемко, выпуски каждый день, и они ведь ни по 5, ни по 10 минут. Как это все делается? Да, выпуски идут с понедельника по четверг, это Prime Time, с 19.50. Сегодня будет передача про Юлию Тимошенко. О, я ее прямо так хорошо. Женщинам, женщин обсуждать, особенно когда у тебя еще эксперты мужчин, так интересно за этим наблюдать. За подбор гостей, за, собственно, ход передачи полностью вы отвечаете? Безусловно, у меня есть продюсеры, но... Угу. Я беседую с экспертами сама. У нас до передачи, безусловно, мы обмениваемся комментариями и понимаем, кто какой аспект будет освещать, потому что я горю этим проектом. И я благодарна, безусловно, Первому каналу и Константину Львовичу за возможность вот взять Prime Time. С таким проектом, таких проектов не было никогда. А от кого инициатива исходила? Это совместная инициатива. Совместное решение. Вот просто с учетом глубины моей экспертизы, связанной с международными отношениями, поскольку я депутат комитета по международным делам, и, с другой стороны, это желание наших зрителей. Международную повестку мы любим, это вне сомнений. У нас люди не глупые, и они с удовольствием смотрят политику, международную политику. И куда бы ты... Вот я сейчас даже в Кирове захожу, куда эти магазины меня узнают, говорят там, о, мы смотрим ваши передачи, это приятно. Это был большой вызов, это желание канала. Это достаточно нестандартный формат и для канала, и для телевидения вообще. Сольных женщин, ведущих такого рода, ну, были всякие женские истории, а заявки женщины на политически серьезный проект не было. Это впервые на телевидении вообще. Поэтому я ощущаю огромную ответственность. Да, я сама работаю со сценариями. Да, на это уходит много времени, но я все-таки имею возможность работать с блестящим, великолепным коллективом, которые... Много из этих ребят, это молодые практиканты, которые приходят из университетов, это блестящие молодые умы, которые обладают навыками, в том числе и работы с клавиатурой, которым старшее поколение, может быть, обладает несколько меньше, а эти ребята умеют искать информацию даже там, где нельзя. И это очень важный момент. Это закон? Да, конечно, все в рамках закона. Информация у нас исключительно из открытых источников. Поэтому вот умение выстроить, подобрать материал, выстроить логику повествования и найти такие факты о личностях, которые вот просто так мы не знаем. Как это и для чего самое главное? Вы знаете, я просто устала смотреть по телевизору комментарии, типа, вот коллективный Запад. Так расскажите про них. Расскажите, почему, где их русофобия, почему они нас ненавидят? А что вообще скрывается за вот масками этих героев? Они вообще, реальны ли персонажи? Или это всего лишь куклы? Вот об этом передаче. Например, вот одна из ближайших будет посвящена самой, наверное, яркой русофобке Виктории Нуланд, естественно. И я очень люблю эту передачу, потому что мы откроем ее советским кораблем. Это судно, 1984 год. И как это связано с Викторией, я не буду раскрывать вам, но, как я говорю, мы поискали и нашли. И поэтому, понимаете, я люблю этот проект. Вот именно потому, что это позволяет мне давать такие интересные аспекты, которые просто так нельзя увидеть. Я очень, очень, дорогие товарищи, ценю отзывы. Плохие, хорошие, критикуете, хвалите. Не важно. Но именно так я могу сделать передачу лучше, потому что я ее делаю для вас. Так же, как я в этом эфире сейчас для вас. И слава Богу, что у нас есть Кировград, чтобы иметь возможность вот этого прямого контакта через радиоволны. Потому что для меня важно это. Если я не получаю обратной связи, я не понимаю, что я должна делать. А я работаю для людей, у меня нет другой мотивации. Просто другой нет. Я видела в жизни достаточно, чтобы больше не гнаться за какими-то, я не знаю, воздушными замками, тщеславием или еще чем-то. Мне уже не интересно. А вот когда ты делаешь человека счастливым, еще из радостных событий, знаете, это уже про депутатскую работу. У меня есть один из подопечных. Я достаточно давно уже, второй год, с момента того, как стала депутатом Кировской области, с моей подругой Кристиной Семеновым помогаем деткам, которые с ДЦП. И у нас есть в Кирове... Одни из самых таких проблемных очень. У нас есть в Кирове команда по слэш-хоккею. И уже не первый раз, я помогаю, медведя называется, не первый раз помогаем им, инвентарь покупаем и так далее. Но это чисто благотворительность. Я ни у кого ничего не прошу. Сразу говорю, это просто... Я хочу с вами радостью поделиться, что наш кировчанин вошел теперь в молодежную сборную федерального уровня. И вот сейчас мы его полностью снабдили. И очень ждем первых соревнований, чтобы он наконец-то смог показать класс. Но опять же, я пока никаких деталей не раскрываю, ни пуха, ни пира ему и представлять Кировскую область. Это не каждый регион этим может похвастаться. Вот вы спрашиваете, чем Кировская область и похвастает. И этим в том числе. Парнишка просто супер. Три минутки у нас еще есть. Вы тут еще и успели внимание уделить грядущему юбилею, 650-летию. Встретились в том числе с руководителем дирекции, Алексеем Чепцовым. Мы тут тоже недавно обсуждали в эфире эти предложенные первые талисманы, изображения. Немножко все это, конечно, забавно пока выглядит, но организаторы обещают, что это вполне себе серьезный конкурс, и они в итоге собираются выбрать тот вариант, который будет устраивать большинство жителей областного центра. Памятник Александру Невскому. Вы тоже знаете, да, что у нас серьезно речь об этом зашла. Долго, да, зашла речь об этом. Я думаю, что выбор Таша Чепцова, это хороший выбор. Для руководителя я с ним побеседовала вчера, вот, комитета по 650-летию, и должна сказать, что буду оказывать ему, конечно, поддержку. Я стою в федеральном комитете по празднованию 650-летия города Кирова. И он, видно, что он включен в процесс. Мне нравится, что привлекают именно самих граждан. Если хотите мое мнение, то вот тот фирменный стиль, который я видела вчера, мне понравился. Да, пожалуйста, можете, конечно, оценкой личной поделиться. Мне очень нравится, что празднование — это не день, это все-таки целый год всевозможных мероприятий, в том числе в Москве. Я буду помогать там с организацией ряда из них. Но сейчас будет представлен Александру Валентиновичу план проведения мероприятий. Но это как только он утвердит, мы уже тогда сможем с вами говорить, у кого какой сегмент. Потому что вот сейчас из важных проектов партия поручила мне заниматься школой на пролетарской 13-А. Это там проблемы с подрядчиком были. И вот сейчас работы идут полным ходом. Как вы знаете, в Кирово-Чапецке седьмая школа успешно сдана. Я ее держала. Теперь я взяла на контроль школу на пролетарской. Ну, подрядчик, новый подрядчик обещает сдать ее уже к июню. Даст бог. Но вот буду теперь там регулярно появляться, поэтому сможете меня там увидеть. Любую помощь, школа, приоритет. 650-летие, безусловно. Все-таки работа на будущее и работа именно с подрастающим поколением. Я думаю, что в следующий раз еще, наверное, тем будет больше для обсуждения. Тут лето, активность. Обязательно. И я бываю часто, поэтому зовите с удовольствием. Если будете вопросы заранее собирать, я готова подготовиться и представить ответ. Я тоже хочу быть честным и поддержать Марию. У нас был вопрос один из Слободского, касающийся компании. В Слободском, да, мы его решили сразу, скажем, не комментировать в эфире, но при этом контакты мы перешлем, да, с кем еще можно связаться. Обязательно. Непосредственно с вами. Просто я смогу вам, уважаемые слушатели, только сказать, у меня тысячи обращений, поэтому я смогу только сказать, давайте мне документы, я посмотрю. Поэтому мы не будем тратить на это эфирное время. Забрали документы, займемся, с заявителями свяжемся. Спасибо. Благодарю, Мария Бутина, депутат Государственной Думы от Кировской области. Всем удачи, всех с приближающимся и 1 мая, и 9 мая тоже, да, можно поздравить. Поздравляю. Да, весенних сил, радости и, собственно, хорошего настроения. Хорошего вечера. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. Отчет Отчет депутата